Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Как видно, как слышно. У нас несколько дня. Это формат работы. Вы уже, наверное, обратили внимание. Сейчас мы нашу встречу и нашу работу ориентируемся на тех, кто только подсоединяется, только приходит в проект Skyway. То есть, для кого, может быть, это уже и слова, которые уже слышали. То есть, те, кто вчера был на встречах, на тренингах, которые ведет Андрей Хавратов с Виктором Собором. То, что мы сегодня с Алексеем Суходоевым будем говорить о проекте и показывать вам, что и к чему мы вас призываем. К чему, соответственно, какую информацию вам несем и что бы мы хотели, чтобы получили. Поэтому, друзья, мы сейчас делим наши вебинары традиционно, которые мы уже не один год ведем с Алексеем. Это технико-экономические вебинары, на которых мы больше делаем упор на экономику, на взгляд через призму, через очки Skyway. То есть, на новое построение экономической эволюции мира, на новое технологическое развитие, на перспективы, которые есть. Соответственно, сегодня мы решили проводить таким образом, что первую часть, то есть, в 12 часов днем, то есть, до 13 часов нашего традиционного вебинара, и в 19 часов, то есть, до 20 часов традиционного для европейской части, а дневной у нас для Сибири и Дальнего Востока, мы решили выделить и, соответственно, сделать упор на тех, кто только вошел в проект. И мы будем с Алексеем, вот в течение, там, вот сейчас полутора-двух месяцев, соответственно, проводить такие встречи для тех, кто только погружается, и тех, кто только входит в проект. Это важно и для тех, кто только начинает получать информацию, и, соответственно, для тех, кто уже в проекте мы будем, соответственно, опираясь на ваше мнение, опираясь на ваш взгляд со стороны, сделать, ну, скажем, такую презентацию, которая всеобъемлюще отвечает на все вопросы, чтобы, прослушав, ну, задачу 40-45 минут нашей встречи, такой работы была полностью вся информация, полностью все представление о том, что за проект, к чему он стремится, какие цели и задачи ставит, какие технические особенности он использует, что такое технологические уклады, что такое транснет, который идет следом за интернет, чтобы четко у вас было представление. И, соответственно, эту информацию вы можете использовать для себя, для того, чтобы приглашать на эти вебинары еще новичков и таким образом делать презентации, и, соответственно, сами, смотря тот материал, погружаясь в него именно с точки зрения доведения, то есть наша задача с Алексеем Суходовым еще и отработать таким образом, чтобы та информация и тот материал, который мы готовим, чтобы он был очень, соответственно, легко и четко воспринят. Поэтому мы эту работу начинаем сейчас, и для тех, кто, видите, у нас проголосовало от вопросники, тут два и более раз больше половины, то есть это люди уже, которые в проекте все-таки не первый день, которые представляют, и 20 у нас новичков. Ну, для вебинара, который ведется только за час 20, это, в общем-то, довольно-таки серьезная цифра. И еще раз повторюсь, друзья, что то, что мы сегодня будем говорить и делать, это для новичков, тех, кто входит в проект. А следом, следующий вебинар, который у нас будет вестись уже в 20 часов, он в другой комнате, смотрите по ссылкам, и Алексей в конце этого вебинара даст ссылку на следующий вебинар. Здесь уже кто из новичков хочет входить и посмотреть уже на нашу встречу с людьми, у нас там собирается уже довольно-таки большая команда, то есть в прошлый вебинар у нас там было уже более, по-моему, Алексей, более 600 человек, да, наверное, 670, или, ну, то есть вот такие цифры там, в среднем у нас по 500 человек на таких встречах. То есть это те, кто уже традиционно входит, кто является партнером, кто видит свои цели и задачи в проекте, кто его поддерживает, и это уже больше встреча таких энтузиастов, встреча единомышленников. Поэтому там мы даем, конечно, несколько другую информацию, это делается и анализ того, что происходит в социальной сфере, в экономической сфере, в политической сфере, и, соответственно, это то, чтобы люди, которые в проекте, чтобы они через призму, как мы называем, через очки Skyway смотрели на то, что происходит, и, соответственно, могли делать анализ и выводы те, которые есть. Поэтому сейчас, так, запись вебинаров, да, записи делаются, все они выложены в ресурсах, да, еще одно, друзья, новое введение, которое мы с Алексеем ввели, что у нас вся трансляция параллельно идет в Твиттере и в Перископе, поэтому можете также, кто зарегистрирован в Твиттере, заходите туда, смотрите, набирайте там Skyway или Сибиряков или Суходоев, и вы будете входить в прямую трансляцию, и это тоже будет как один из инструментов, что Твиттер мы будем использовать, и Перископ будем использовать для того, чтобы можно было задавать вопросы, можно было получать сразу очень быстрые ответы, и мы будем это использовать как такую оперативную, всем не раз в неделю вебинары, которые есть, а фактически каждый день будут сопливаться вопросы, и я, Алексей, Арманд, еще ряд наших активных директоров будут на эти вопросы, соответственно, отвечать. Да, Алексей вот сейчас выложил в Перископе в Твиттере наши логины, то есть по которым можно сходить, и, соответственно, это тоже новая форма работы, которую мы сейчас вводим и которую мы делаем. Поэтому, друзья, я еще раз обращаюсь к тем, кто первый раз зашел на вебинар, вот, я вас приветствую здесь, моя фамилия Сергей Сибиряков, я специалист по макроэкономическому прогнозированию, то есть я уже довольно-таки давно и очень глубоко занимаюсь именно научным направлением, связанным с описанием того, что нас ожидает, исходя из анализа тех технологий, тех возможностей, которые есть. То есть также мои прогнозы, они связаны и с экономическим развитием, и с развитием направлений, связанных с перспективными прорывными разработками, то есть я занимаюсь этим довольно-таки давно, и как раз в проект SkyWay, в проект струнных технологий Юницкого, и вообще с самим инженером Юницким Анатолием Владимировичем я познакомился как раз в 2000 году, когда я участвовал в формировании первого президентского венчурного фонда, именно он так назывался фонд президентских программ, целью и задачами которого было найти прорывные технологии инновационные, которые могли очень серьезным образом повлиять на развитие экономики. Такая задача была поставлена, и команда, в которую я входил, занималась поиском инженеров, разработчиков, авторов технологий, и таким образом я познакомился с Анатолием Владимировичем Юницким. У нас сразу же с ним, буквально с первых минут возникло абсолютное понимание о том, чем он занимается. Я сразу же включился в эту работу, и сам стал инвестором с первого же дня, и подключил к работе своих на тот момент очень высокопоставленных и друзей, и покровителей, и это привело к тому, что в 2001 году с подачи Александра Ивановича Лебедя, губернатора Красноярского края, было начато финансирование строительства первого испытательного полигона в городе Озера, и таким образом Анатолий Владимирович Юницкий, который до этого 30 лет разрабатывал технологию и был, так сказать, энтузиастом, изобретателем-одиночкой, то есть тот, кто шел и показывал новую концепцию именно транспортной коммуникационной системы, но не был принят на тот момент. В этот момент произошла переломная такая ситуация, и Анатолий Владимирович стал уже генеральным конструктором, то есть человеком, который собрал коллектив именно профессиональных инженеров, которым поставил задачу, они разработали чертежи, разместили это на производстве, построили первые испытательные стенды, и был продемонстрирован первой возможности струнных технологий, то, что путевая структура, вес которой меньше 100 кг, может выдерживать нагрузки до 100 кг. На слайде вы сейчас видите картинку в верхнем левом углу, где ЗИЛ на фоне неба, и как раз именно эта фотография, именно эта картинка дала представление и название Skyway, то есть небесные дороги. То есть когда на фоне неба ажурная конструкция и движущийся ЗИЛ-131 весом 16 тонн, это очень серьезная лаборатория, то есть с помощью этого ЗИЛа изучались взаимодействия колеса и путевой структуры, прогибы, температурные расширения, там стояло очень серьезнейшее оборудование с лазерным измерением, то есть которое измеряло напряжение стали и так далее, и так далее. То есть и этот стенд, этот полигон просуществовал с почти 10 лет до 2009 года. И тоже в начале, ну я тоже еще прокомментирую, смотрите, на тех слайдах, которые вы сейчас видите, это и Александр Иванович Ребедь как раз на полигоне, он активное участие принимал, очень серьезно следил за тем, что происходит. И еще, если вы посмотрите на наших слайдах, благодаря ему потом приехали и президент Адыгеи, Савмен Ханзрет Медведевич, и вот Громов был тоже на презентации. Еще ряд очень серьезных, там Кошман, министр строительства на тот момент, Мишарин, который был заместителем министра транспорта. Ну в общем, этот полигон выполнил свою задачу именно демонстрационную, именно концептуальную, то есть на этом же в озерах была проведена совместная коллегия Министерства транспорта, Министерства путей сообщения, где была поддержана технология Юницкого и рекомендована правительству для дальнейшего ее развития. И то, что вы видели на презентационных материалах, то есть ролик, который шел буквально до начала вебинара за 5 минут, вот и ссылка на него, наверное, Алексей сейчас вам покажет, поставит. Это презентация технологии Skyway, тоже одним из сторонников, таких и больших поклонников, и именно Анатолия Дуаровича как инженера, и очень серьезного инноватора, действительно инноваторов, я могу сказать, у нас в стране не так много. Это губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он очень погрузился глубоко в технологию, он очень в нее и верил, и сейчас верит, и он на госсовете в 2009 году презентовал на тот момент президенту Медведеву именно технологию и предложил правительству принять решение по финансированию, по развитию, и на этом ролике, который вы видите, Медведев якобы поддержал, сказал, что серьезные инновации, что действительно мы можем обогнать всех и навсегда благодаря таким инновациям. Но, друзья, я могу сказать, что сразу несколько забегая вперед, что реакция была самым образом неожиданной, потому что в течение недели после поддержки президента Медведева этот полигон, который строился с подачи Александра Ивановича Лебедя, поддерживался очень многим большим количеством губернаторов и очень высокопоставленных на тот момент чиновников, этот полигон был уничтожен в течение одной ночи, и, соответственно, полигон, который выполнял научную задачу, который выполнял инженерную задачу, потому что все эти 10 лет, ну, 9 лет производились испытания, и что самое уже ценное после того, как эта задача сегодня, в чем была бы его основная ценность, это историческая, потому что это действительно, вот, Алексей, поставь вот тот слайд, где самолет братьев Райт, и это самое, то есть это то, что, это технология, с чего начиналась, и это то, что действительно изменит мир, и то, что изменит наше ближайшее будущее. А теперь, друзья, буквально в трех словах, что такое Skyway, то есть вы видели уже, нет, нету, нету, вот это вот, друзья, это очень интересный такой слайд, кто его не видел, прошу очень внимательно посмотреть, это действительно то, что сопровождало нас последние, там, 200 лет, это развитие технологии, ведь никто же не будет отрицать, что нашу жизнь меняют инженеры, нашу жизнь меняют ученые, и как раз вы видите, первый, это паровоз Стивенсона, который первый поставил паровую машину на рельсы, и вы видите, уже скоростные поезда, которые сегодня преодолели барьер уже 400-450, и подходят к 500 км в час, хотя для железной дороги это запредельные скорости, и четко определено, что свыше 400 км в час эксплуатировать железную дорогу нецелесообразно. Вы видите первую самодвижившуюся телегу Бенса, вот, который поставил однотактовый двигатель внутреннего сгорания на карету, и, соответственно, получил первый автомобиль, и вы видите уже современный Форд, который тоже, родоначальный которого сделал серьезную революцию, который построил конвейер и сделал автомобиль доступным изобретением именно технологического прогресса для каждого, и в начале 20 века он выпустил порядка 10 миллионов автомобилей, тем самым изменил и облик Америки, которая стала именно пригородной, потому что стала возможна эксплуатация земель, которой на лошадях невозможно было преодолевать такие расстояния, и, соответственно, эта земля была не востребована возле мегаполисов. Как только появился автомобиль, появилась одноэтажная Америка, появилась ипотека, появились ипотечные фонды и рынки, это система, которая сегодня активно функционирует, и благодаря которой уже не десятки, даже не сотни миллионов людей получили жилье, и, соответственно, включились в цивилизованную жизнь. Дальше вы видите самолет братьев Райт, это 17 декабря 1903 года, вопреки заключениям Британской Королевской Академии Наук, что аппараты тяжелее воздуха летать не могут, и ближайшие 20 лет такие аппараты построены не будут, это заключение 1899 года, и ровно через три года братья Райт подняли первый самолет и подемонстрировали всему миру, что управляемый полет на аппаратах тяжелее воздуха возможен, и буквально уже через 10 лет, в 1909 году, были проведены первый чемпионат мира по скоростным гонкам, а в 1913 году уже были первые воздушные бои с применением летательных аппаратов. Ну и, соответственно, как вы видите, Боинг 747, это одна из современнейших сегодня машин, которая преодолевает трансатлантические расстояния, и, соответственно, хоть это мы его и называем птеродактиль цивилизации, потому что он сжигает сотни тонн керосина в стратосфере, сжигает озон и распространяет такое количество вредных веществ, что оценить это сегодня очень тяжело, но мы эти технологии, мы эту технику, эти машины сегодня терпим и признаем только за счет скорости, которую они привнесли в нашу цивилизацию. Ну и, соответственно, дальше, как вы видите, это сегодняшнее время, это ЗИЛ-131, который первый встал на струнную дорогу, который показал, что 100 килограмм пути может выдерживать 16 тонн нагрузки, и, соответственно, вы видите уже подвижной состав, то есть скоростные юнилеты и юнибусы, которые будут продемонстрированы в Минске, в Беларуси, в Марьиной горке уже в конце 16-го, начале 17-го года, и это как раз то, что уже сегодня делается, то, что сегодня развивается, и в том, что мы сегодня, дорогие друзья, развиваем, и к чему мы сегодня причастны и вас превызываем для того, чтобы вы оценивали сегодня то, что происходит. Если говорить одной фразой, то сегодня происходит смена технологических укладов, и то, что я вам демонстрировал, это от начала первого технического зарождения фабрик и заводов, потом появление парового двигателя, паровоза и пароходов, потом появление электричества, автомобиля, соответственно, двигателей внутреннего сгорания, это все, друзья, цивилизационное развитие, и уже никто не будет отрицать, это абсолютно, я считаю, абсурдная вещь, что за последние 25 лет произошла технологическая революция, мы ее называем пятым технологическим укладом, опять же, это классификация, которую ввел еще в свое время Николай Кондратьев, это так называемая теория длинных экономических волн, то есть о том, что каждая технология ведет собой новое развитие экономики, и это глупо отрицать, потому что, друзья, 100 лет назад, 200 лет назад, 50 лет назад, и даже 30 лет назад жизнь была совсем другая, это как раз длинные технологические циклы, и на наших с вами глазах, те, кто постарше чуть, тот помнит зарождение интернета, появление первого калькулятора, первого компьютера, потом ноутбука, потом интернета мобильного и так далее, а сегодня мы с вами уже, видите, общаемся в прямом эфире, и 100 человек с разных стран, с разных городов, с разных регионов, это сегодня то, что дает сегодня интернет, это то, как мы его называем младшим братом, то, что сегодня технологическая революция прошла за последние 25 лет. И следующим вопросом, то есть то, что мы с вами делаем, и то, что мы развиваем, это уже следующий технологический уклад, это следующая технология, которая вводит нас в следующий технологический цикл, если пятый уклад и все, что связано со сбором, передачей, обработкой, хранением информации, это кремниевые технологии, почему кремниевые, потому что только пьезоэффект, который выдает кремниевые, позволяет миллиардам устройств видеть друг друга, это физическое свойство, и заменить его ничем невозможно. Точно так же следующее технологическое свойство, это стали преднапряженной конструкции, это сопромат, это то, что сегодня инженер Юницкий объединил в общую технологию струнных технологий и с брендом Skyway, соответственно, благодаря этому появляется следующее направление, следующая цивилизационная спираль, которую мы называем Транснет. Видите, у меня Транснет, мы объединяем мир, это то есть та сеть, которая идет следом за интернетом, которая будет и коммуникационным, и энергетическим, и транспортным коммуникатором, и это то, что мы сегодня с вами создаем, друзья, это то, что мы с вами делаем. А знаменательно сегодня то, что два года назад мы приняли решение, и Юницкий настоял, это его абсолютно заслуга, это его решение о том, что надо включать систему краудинвестинга, то есть обращаться к людям, которые будут потребители этих технологий, и, соответственно, благодаря им и производить финансирование, и производить развитие, и, соответственно, чтобы дивиденды и доходы были распределены между теми, кто первый входит и вкладывается в технологию. Потому что пятый технологический уклад, то есть все развитие интернета, извините, это уже, видите, на слуху, то, что сегодня показали нам последние 25 лет, это не только активное развитие самих информационных технологий, то, что мы привыкли к компьютеру, мы привыкли к телефону, 16-ядерному уже, с огромным количеством процессоров и возможностей, о которых раньше было невозможно мечтать. Мы, соответственно, друзья, уже абсолютно на слуху воспринимаем, что возникли такие компании, как Apple, то есть сегодня лидер мирового развития с капитализацией 750 миллиардов долларов. Это сегодня Билл Гейтс, как один из основателей и героев своего времени, то есть мы сегодня знаем Джобса, мы сегодня знаем Николая Дейлса, Дейла, мы сегодня знаем Марка Цукемберга, это те, которые Сергея Брина, еще ряда, скажем, и наших соотечественников, и тех, кто в разных странах мира развивал эту систему. Это все герои пятого технологического уклада, которые благодаря своему интеллекту, благодаря своим инженерным и программистским возможностям стали активными участниками этого процесса и добились очень серьезного успеха. А, естественно, с инвестиционной точки зрения, это то, чем занимается наш проект, то, что мы обучаем и запускаем, именно обучающий процесс, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, чтобы люди принимали информацию и могли в этом принять участие, это инвестирование, это инвестиционный процесс, то есть как раз мы показываем и капитализацию роста акций, то есть кто инвестировал на начальном этапе в компании Вейпл, Алибаба, это уже сетевые компании, это, соответственно, первая стадия Фейсбука, когда это проходило, то есть тот, кто инвестировал в ДЭЛа, то есть когда он создавал свои первые сборочные цеха, это все, друзья, как раз иллюстрирует и показывает то, что инвестиционный процесс – это определенное знание, это определенное умение, это определенная наука, надо выбирать, смотреть, разбираться в технологии, и тот, кто правильно выбирает точки инвестирования, тот, кто на начальном рисковой стадии входит и понимает, соответственно, что и куда надо инвестировать, тот получает максимальные дивиденды, это, друзья, извините, законы жизни. И когда ДЭЛ не принял концепцию персональных планшетов, не принял логику айфона, который потом довел до логического, скажем, такого внедрения Джобс, соответственно, он не смог капитализировать свою компанию и до сих пор жалеет о том, что не увидел в айпаде, в айфоне именно ту перспективу развития, которую увидел Джобс. И, соответственно, плата за это, это капитализация ДЭЛа и Эйпл отличается сегодня более чем в 10 раз, в 15 раз, а, соответственно, все, кто инвестировал на начальном этапе в акции Эйпл, они сегодня получили очень серьезные дивиденды, и рост акций Эйпл за вот эти 25 лет превысил 36 раз, 3600 раз, извиняюсь, поэтому, соответственно, инвестиции на начальном этапе и сегодня это разные вещи, поэтому мы сегодня говорим, что проект Skyway это высокотехнологический, основанный на инновационной технологии транспортных коммуникаций, аналогов которого нет, это является ядром шестого технологического уклада, так же, как информационная технология интернет стал ядром пятого технологического уклада, но по капитализации и по возможности он превосходит интернет и все компании, которые сегодня работали, поэтому на начальном этапе венчурной этапе, высокорисковой стадии, кто сегодня входит и становится партнером технологии Skyway, тот имеет возможность, тот может рассчитывать на очень серьезные венчурные премии, которые будут при развитии этой технологии. Мы как раз, друзья, показываем на всех наших встречах, на всех конференциях, на всех вебинарах, что этот процесс активно развивается, что сегодня идет строительство, уже выбран полигон, определена земля, идет активно строительство, то есть это мы вам будем и показывать, и входите на наши сайты, смотрите уже в онлайн репортажи о том, что сейчас делается на полигоне в Малинной горке, это недалеко от Минска, о том, как работает конструкторское бюро, где работают уже более 120 конструкторов, о том, какие цели и задачи стоят на ближайшее время, то есть весной уже демонстрация первых технологий, а соответственно сентябрь-октябрь следующего года, то есть вот сейчас вы видите, это уже то, что строится и реализуется в Малинной горке и конец 2016 года, это уже будет продемонстрировано и показано, и соответственно сегодня мы уже ведем переговоры с первыми заказчиками, с первыми крупными инвесторами, которые благодаря тому, что за год краудинвестинговой системой профинансированы серьезные средства и соответственно получен уже сегодня серьезный результат, который можно показывать, соответственно в связи с этим возникает четкое представление о том, что этот проект все более и более интересен крупным инвесторам, но доказательную базу и соответственно все риски взяли на себя те, кто вошел на первом этапе. Да, сегодня друзья, нас более 200 тысяч человек, то есть приближается уже к 220 тысячам человек, которые стали участниками проекта, которые зарегистрировались, которые получили информацию и которые инвестировали, пусть незначительные, но какие-то инвестиции для того, чтобы стать партнером программы. Сегодня мы поставили цели и задачи за ближайшие 3-5 месяцев увеличить количество партнеров до миллиона человек, это значит, миллиону человек мы должны донести информацию, должны показать, объяснить, рассказать и дать возможность участвовать в этом проекте. Соответственно, друзья, еще одно очень важное направление, которое нельзя не говорить в отрыве от технологии, это то, что сегодня ведется проект с подачи президента Владимира Владимировича Путина, сейчас уже правительство одобрило и в Думе находится закон, связанный с распределением земли именно как инвестиционный ресурс для того, чтобы каждый житель земли, каждый житель, видите, я говорился земли, хотя в законе написано о России, но мы дальше будем это продолжать для того, чтобы каждый желающий, кто поддерживает и хочет участвовать, мог получать эту землю вне зависимости от гражданства. Это следующий шаг. На сегодняшний момент закон четко определяет, что любой гражданин Российской Федерации может получить гектар земли и, соответственно, его ближайшие родственники. Соответственно, мы сейчас объединяем синергию двух этих мощных проектов, то есть проект струнных дорог инженера Юницкого, проект Skyway и Transnet, который сегодня развивается и с помощью которых будет развиваться территория Дальнего Востока, Сибири, и без этих технологий развития этого невозможно. И, соответственно, второй момент, это земля, которая сегодня выделяется и на евразийском пространстве, это будет самая дорогая земля, которая будет участвовать в проекте Skyway, то есть вдоль которых пойдут трассы. Соответственно, эти два направления мы доводим, мы абсолютно объясняем и разъясняем, что жители Сибири и Дальнего Востока, они вообще все сто процентов должны заявиться и получить от правительства эту землю, потому что технология Skyway, потому что то, что мы с вами делаем, делает эту землю очень рентабельной, очень дорогой, и мы на своих вебинарах это рассказываем, показываем, и вы должны это четко понимать и представлять. И еще одно очень важное направление, о котором необходимо сказать, что мы сегодня отстраиваем систему, чтобы каждый из вас, каждый, кто вошел в проект, даже без инвестиций, когда он ноль инвестирует, но только заинтересовался проектом, он уже может стать через подарочные сертификаты, через акции, которые даются при регистрации, именно как то, чтобы вы заинтересовались и задали вопрос, а что же это за обязательства, что же это за акции, которые сегодня раздает венчурный проект, и почему эти акции могут в дальнейшем стоить очень существенных металлов, мы это тоже показываем и делаем, и призываем вас участвовать в проекте, становиться совладельцами интеллектуальной собственности, которую сегодня дает возможность вам присоединиться именно автор и тот, кто владеет интеллектуальной собственностью, сам инженер Юницкий. Соответственно, эти три направления мы сегодня делаем, объясняем, показываем, и именно это сейчас идет утверждение о том, что такие возможности, которые есть, они уникальны, они бывают раз в сто лет, а с учетом того, что программа по раздаче земли за всю историю российского государства, то есть более чем тысячелетнюю историю, была третий раз, то есть она была Юрием Долгоруким, потом Столыпиным в начале 20 века, и вот сегодня президент Путин еще раз запускает проект, и мы как раз абсолютно считаем, что две этих мощнейших направления не зря сошлись в одно место и в одно время для того, чтобы вы, как заявившиеся и граждане России, получая землю, еще и были совладельцами технологии, которая будет давать сегодня такой эффект. и как демонстрацию, это уже в завершении передать слово Алексею Суходоеву, это наш молодой талантливый директор, который подключился на первой конференции, которую мы проводили в марте прошлого года в Москве, и потом стал акционером, потом активным, тот, кто продвигал этот проект, а сегодня это один из ключевых директоров, который ведет, помимо, он владеет несколькими языками у нас международными переводами, международную деятельность проекта, которую мы сегодня ведем при переговорах с партнерами. Еще основное направление, которое мы с Алексеем делаем, и он активно его продвигает, это адресные проекты, которые уже с весны 2016 года будут развиваться в нескольких регионах, и, соответственно, это уже демонстрация того, что то, что мы вам говорим, то, что мы говорим о том, что такие возможности бывают раз в сто лет, о том, что это сегодня наиболее интересное направление именно венчурного инвестирования, и вы при оценке рисков должны это обязательно учитывать. Это те тренинги, которые проводят Андрей Хавратов и Виктор Собни идут по вторникам, и завтра, кстати, в 16 и 18 часов тоже будет два тренинга, и если вы в себе считаете силы, у вас есть силы, вы можете развивать, делать, и вам для этого необходимо получить знания, то, друзья, я считаю, что эту информацию надо получать, потому что то, чему учит Андрей, то, чему учит Виктор Собор, это сегодня очень важный момент для того, чтобы продвигать дальше проект, для того, чтобы это все стало реальностью, ну и самое главное, что сейчас мы, друзья, доводим, что это еще и может стать бизнесом уже сегодня, и на продвижении этой информации, на продвижении этого проекта можно зарабатывать уже сегодня, несмотря на то, что перспективы, которые открываются при том, как вы становитесь владельцами земли на Дальнем Востоке, а потом и в Сибири, и на Урале, я абсолютно уверен, что закон будет расширен, о том, как вы становитесь участниками адресного проекта, соответственно, вы еще и получая информацию, получая знания, которые мы вам несем, вы еще можете зарабатывать очень серьезные деньги уже сегодня. И, завершая свою часть выступления, могу сказать, что все это делаем мы на сегодняшнем фоне очень сложнейшей экономической ситуации, когда мы с вами сидим, вот мы разговариваем, а инфляция сжирает наши сегодняшние накопления, сжирает сегодняшние наши деньги, то есть дешевеющая нефть, а весь тренд идет к тому, что эта нефть будет дешеветь еще серьезно и серьезно, а дорожающий рубль, то есть, наоборот, падающий на этом фоне рубль, и сегодня, вот мы видели уже на торгах, рубль перешел уже 70, отметку в 70, а евро там приблизился к 80, это, друзья, к сожалению, тот тренд, который будет продолжаться, инфляция раскручивающая, она будет сжирать наши деньги, то есть, многие люди, которые сегодня не знают, как сберечь и что дальше делать, вот именно для этого, друзья, мы и работаем, мы вам показываем, и наша задача донести до вас информацию о том, что этот проект очень серьезный, этот проект может ответить на очень многие ваши вопросы, и этот проект на сегодняшний взгляд, я считаю, является таким ковчегом, мы так и назвали, это программа «Народный экономический ковчег», для тех, кто хочет сегодня сберечь свои деньги, кто хочет завтра видеть будущее процветающее своей семьи, своей страны, вот именно для этого, друзья, мы работаем, и именно эту информацию мы доносим. Так, друзья, я передаю слово Алексею, вот, Алексей, тебе слово, вот, я считаю, что я очень рад, что я веду вебинары вместе с Алексеем, потому что он первый раз услышал на наших конференциях об технологии SkyWay, а сегодня, честно могу сказать, я бы даже не представлял, как бы я мог дальше вести вебинары без него. И еще, Алексей, в твой адрес, я сегодня послушал, как он вел днем вебинары, я могу сказать, что уже многим вещам мне от него надо учиться, и через некоторое время, наверное, я уже буду вести вебинары только как подмастерью Алексея. Благодарю, Сергей Анатольевич, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Сходоев Алексей, ну, собственно, рад приветствовать в первую очередь всех новичков, дамы и господа, вы находитесь в правильное время, в правильном месте, и это очевидно, то есть, это логично, правильно и закономерно, то есть, вы, наверное, сюда, вам было предначертано сюда попасть. И, я думаю, что все разобрались примерно, что такое SkyWay и Transnet. Transnet, это вообще будущая сеть, которая является единой транспортной, энергетико-коммуникационной и даже социальной, то есть, мы продумываем, чтобы Transnet была также социальной сетью. И с тем расчетом, что сегодня мы многие операции как в денежном плане, так и в передаче информации, то есть, пакетные данные и так далее, передаем, ну, буквально за мгновение, но логистика, мировая логистика значительно хромает. И SkyWay это как раз-таки очень серьезное, недостающее звено. И, друзья, у нас осталось очень мало времени, то есть, данный вебинар для новичков мы будем именно сжимать до минимума. И, соответственно, начну свою часть именно техническую, то есть, чтобы вас ввести немножко в технический курс дела, чтобы вы поняли, что такое Unibus, что такое Unicar, что такое Unilet, и, собственно, почему эта технология признана наиболее эффективной многими международными специалистами. И сейчас все еще больше международных специалистов интересуются этой технологией, присоединяются к развитию. Ну, собственно, могу привести пример бывшего директора транспортного департамента Южной Австралии Родхук. И проект не получил бы такое развитие, как сегодня имеет, если бы не такое вот гениальное, волевое и роковое в хорошем плане этого решения, как начало краудинвестинга. То есть, это народное финансирование, тогда бы ни я не узнал на проекте, ни многие из вот огромного зала, это фото с нашего юбилейного форума, то есть, мы проводили его в здании, в одном из залов здания правительства, и, соответственно, присутствовало больше тысячи людей, которые увидели вживую Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть, это была такая замечательная возможность. И многие вначале сомневаются вообще, жив Анатолий Эдуардович Юницкий, вообще существует ли он, ну, собственно, у меня тоже были такие сомнения, но потом я познакомился с ним вживую, сейчас я знаком лично, так скажем, с правой рукой Анатолия Эдуардовича Юницкого, по многим вопросам, Виктором Бабуриным, и это тоже человек, который более семи, может быть, даже десяти лет развивает проект, Сергей Анатолевич развивает проект более пятнадцати лет, и, соответственно, могу сравнить, и всегда привожу такое сравнение, что Анатолий Эдуардович, как Моисей, на самом деле, создает новое мышление, новую, так скажем, общность людей, которые поддерживают этот проект, и которые действительно желают сохранить нашу планету для будущих поколений, будущих потомков, сохранить экологию, и сохранить свои средства в существующем экономическом, достаточно шатком, финансовом мире, и, соответственно, мы информируем об этом на каждом нашем вебинаре. Итак, краткое описание направления и преимущества Skyway, то есть, что такое Skyway? Это вообще рельсовый автомобиль на путевой структуре особого вида, то есть, это легкая, ажурная путевая структура, рельсовый автомобиль имеет очень много преимуществ, то есть, один из самых важных преимуществ, это коэффициент аэродинамики, то есть, аэродинамический коэффициент 0,075, это серьезнее, чем у Bugatti Veron спортивного болида, это серьезнее, чем у современного военного истребителя, американского либо русского, как вам нравится, и стоит обратить внимание, что это социально направленный, абсолютно безопасный транспорт, мы имеем абсолютный комфорт перемещения, и, друзья, сейчас настал тот период, настало время, когда нам уже необходимо догонять те скорости, с которыми перемещается информация, с которыми перемещаются денежные средства, и денежные средства также сейчас очень сильно мутируют, опять же, в положительном смысле этого слова, то есть, появляется блокчейнинг, такие понятия, как криптовалюта, и, если раньше мы, не имея изобретенного колеса, могли перемещаться только пешком, и, соответственно, поселения человеческие были небольшого, так скажем, размера, то с изобретением колеса, потом с появлением гужевого транспорта, затем с появлением парового двигателя, затем с появлением двигателя внутреннего сгорания, и появление первых автомобилей, то есть, Генри Форд, это, кстати, не первый человек, изобретатель, инженер, который именно создал двигатель внутреннего сгорания, но это тот человек, который вывел эту промышленность именно в открытое поле, и создал первый народный именно автомобиль. И, друзья, как раз-таки первый народный, в том числе, автомобиль второго уровня, то есть это рельсовый автомобиль, который будет перемещаться по путевой структуре. Это неразрывная, неразрезная, напряженная, предварительно напряженная жесткая конструкция, закрепленная между анкерных опор. То есть между анкерными опорами, соответственно, вот видите на картинке справа, где инновационность, видите опоры. И, соответственно, если сравнивать с современным подвижным составом, к примеру, японским, очень такой серьезный технологический рывок был совершен, но это транспорт первого уровня. То есть аэродинамика здесь совершенно иная, и те затраты материалов, те затраты ресурсов, те временные затраты, те затраты человека, часов, то есть есть понятие такое в транспортной надежности, надежности и ремонте. То есть я вообще по образованию инженер-механик, то есть сопротивление материалов, теоретическая механика, для меня это не является какими-то страшными словами. Именно поэтому в том числе я присоединился к этому проекту, потому что технических рисков здесь действительно нет. И вот запомните, дамы и господа новички, вот такую именно визуализационную картинку, которая, я думаю, прочно укрепится в вашем сознании и подсознании, возможно, приснится сегодня ночью. И действительно, вот сравните юнилёт, автолёт, как называется. Почему автолёт? Потому что вообще, когда это всё представлялось Министерству транспорта Российской Федерации, то спрашивали, а где вообще рельсы, шпалы? То есть это не похоже на железнодорожный вообще, какой-то подвижной состав, транспорт. Вам больше, наверное, к самолётам. И, соответственно, не принимали к рассмотрению данную инновацию, так как не было рельс-шпал. Ну, друзья, на самом деле, раньше не было радиочастотных мобильных сигналов, раньше мы не пользовались смартфонами. Я думаю, для каждого этого абсолютно очевидно. И стоит обратить внимание, что при затратах в среднем от 100 грамм на человека топлива, при использовании различных альтернативных источников энергии, мы значительно экономим как топливо при эксплуатации, так и, естественно, материалы при строительстве. Я привёл, опять же, сравнение с японским транспортным средством, высокоскоростным. То есть, чтобы смонтировать вообще опору, необходимо предварительно её разрезать на части, так как она сама огромного диаметра. Это всего лишь промежуточная опора. Она установлена на нескольких сваев, то есть, очень серьёзный фундамент, который требует также затрат огромных для создания только и установки опоры. И, соответственно, более 35 тысяч тонн, представьте, вот такую бандуру нужно разрезать и потом сварить. И потом, оказывается, их транспорт, именно японский, и, как известно, это сейсмоопасная зона, стоит говорить о какой-то сейсмоустойчивости. То есть, естественно, тут никакой сейсмоустойчивости, то есть, именно иммунитета к землетрясениям, к наводнениям тут просто нет. То есть, всё может не то что рассыпаться, как карточный домик, но значительно менее эффективно и менее безопасно, чем струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого второго уровня. И что такое вообще струна? Что такое рельс струна? То есть, почему была названа именно струнная дорога? Не случайно название это было выбрано. То есть, можно сравнить с леской натянутой, можно с проволокой натянутой, можно сравнить с гитарной струной, именно поэтому выбрано такое название. Балалайки тоже, и причем это понятие использовалось в том числе в Министерстве транспорта в 2009 году. То есть, да что они свои балалайки делают? А теперь представьте, если мы вот эту струну балалайки параллельно друг к другу натянем и попытаемся туда положить, ну, к примеру, ручку, к примеру, обычную ручку, либо какую-то более-менее тяжелую вещь. И если мы опустим, перестанем напрягать и растягивать эти струны, и мы их просто расслабим, то что произойдет? Это, естественно, ластик, ручка, какая-то тяжелая вещь, они просто упадут. И такой же прием примерно используется в струнной путевой структуре. Соответственно, это более 50, более 150 диаметром от 3 до 5 мм, зависит от применения, вот, то есть, вы видите, по середине это проволоки, расположенные друг напротив друга, в том порядке, которого требует применение. Они растянуты, они, соответственно, находятся в напряженном состоянии. То есть, представьте, сколько сотен тонн, сколько тысяч тонн может выдержать нагрузку данный рельс. И далее он идет, заливается специальным эпоксидным раствором, то есть, амоноличивается. И далее, соответственно, ставится головка рельса, она также инновационная, без ребордов. Это абсолютно ровная, гладкая поверхность, без сварных швов, стыков, соединений и так далее. И, соответственно, когда будет перемещаться подвижной состав, во-первых, вы не заметите никакого шума. То есть, если над вами переместится подвижной состав, то это как сильное дуновение ветра будет. И не будет никакого эффекта рельса, шпалы, то есть, вибрации, стука и так далее. Не будет такого эффекта. Тарман приводил сравнение, когда он с Англией приехал и в первый раз прокатился на плацкарте на русском. Его очень повеселил тот факт, что, чтобы добраться от именно кипятильника, то есть, где мы набираем кипяток, и до своего купе нужно пройти целое испытание. То есть, можно обжечься. Естественно, такого уже на струнном рельсе не будет испытывать пассажир. То есть, это будет абсолютно комфортное и достойное современного времени, современной эпохе перемещения. И, друзья, что же нас ждет в будущем? То есть, уже сейчас многие... Сергей Анатольевич Сибиряков, меня, Андрея Федоровича Ховратова, Виктора Собора и других наших активистов, всех активистов, вообще зарегистрированных участников в проекте уже более 200 тысяч. И все мы, можно сказать, уже живем, несмотря на то, что живем со всеми людьми в одном настоящем, но мы живем немножко в будущем. То есть, мы видим уже эти юнибусы в голове, естественно. Мы их представляем, мы понимаем, что это реально. И, друзья, если я испытывал огромное удовольствие находиться в деревянном макете один к одному и ощутить удивительную эргономику, ощутить, что все продумано буквально до мелочей, чтобы даже инвалид смог заехать без каких-либо препятствий себе в данный подвижной состав. И чтобы мы не смущали друг друга. На расстоянии полувытянутой руки мы, соответственно, могли чувствовать абсолютный комфорт при перемещении и никакой транспортной усталости у нас не будет возникать. Это ли не мечта, на самом деле, каждого пассажира общественного транспорта? Это ли не мечта перемещения, стоя в подвижном составе? То есть, что касается 6-14 местного, то несколько людей, что касается 14 местного, 2 будут находиться, сидя друг напротив друга. А остальные, соответственно, 8 человек будут стоять. И многие спрашивают, а почему так мало вмещает народу? То есть трамвай может вместить до 50 людей. Но, друзья, эти подвижные составы могут идти друг за другом абсолютно не сталкиваясь. То есть, один из первых вопросов у новичков, который возникает, это не столкнутся ли они. И я всегда привожу такое сравнение. Из природы Анатолий Эдуардович Юницкий очень много берет из природы. То есть, вот сам даже логотип Skyway Invest Group, группы компаний Skyway, это капля. То есть, когда идет поток воды, капли перемещаются строго друг за другом. они не внахлёст перемещаются, они не сталкиваются. Соответственно, когда идут пакетные данные друг за другом по каналу связи, то есть, как, допустим, интернет сейчас функционирует, как сейчас вы меня видите, то есть, специальный видеосигнал передается, и вы видите это на мониторах. Если, допустим, возникала какая-нибудь особенная ситуация, какую можно сравнить, что юнибусы не будут перемещаться в строго порядочном виде друг за другом, а будут сталкиваться, то у вас просто монитор взорвался. И, соответственно, никакие бы кабели не выдержали бы тех нагрузок, возникали бы короткие замыкания и так далее. Но так не бывает. И так, собственно, не будет и в технологии Skyway. То есть, перспективы в развитии огромны. Уже сейчас мы реализуем адресные проекты. То есть, это и Казань, это и Челябинск, это и Ирландия, это и Австралия. Больше 10 адресных проектов именно по грузовому направлению, городской, пассажирский. Это и легкий прогулочный транспорт, спортивно-туристический, где можно будет также ехать и экономить значительное количество энергии, просто крутя педали, просто дергая рычаги. И такой транспорт появится в России. То есть, я думаю, сегодня также присутствует парочка людей, которые пришли после моей трансляции в Перископе. То есть, по Челябинску, по остальным городам сейчас там незначительное количество, но мы с Сергеем Анатольевичем постараемся и имеем все ресурсы, понимание, как сделать тысячи подписчиков. Потом-то будут десятки тысяч, и, соответственно, будем популяризировать наш проект и именно уже на основе адресных проектов. А что такое адресный проект? Это применение технологии Skyway, это появление подвижных составов, появление путевой структуры, легкой, ажурной, абсолютно гениальной конструкции, которая будет сертифицироваться по стандарту мостов. И, собственно, подвижной состав будет сертифицироваться, как электрический высокоскоростной трамвай. Но у нас есть решение, у нас есть точка входа, и она абсолютно работает, она выведена правильно, как оказывается. Мы будем заходить именно с помощью легкого транспорта, но уже сейчас мы просчитываем бизнес-планы серьезных, огромных проектов. Это как Терса Лондон, это как Санкт-Петербург, Владивосток. И каждый из вас имеет огромную ценность на сегодняшний день и возможность выгодной инвестиции и приобретения обязательств международной группы компаний Skyway именно по самым лучшим условиям, по самому лучшему дисконту. И теоретически, почему я говорю теоретически, соответственно, при капитализации это уже будет не теория, это уже будет реальность, и вы сможете пожизненно получать дивиденды. Я приводил примеры строительства Суэцкого канала, я приводил примеры строительства Лондонского метро. Люди не получали буквально несколько недель, некоторые месяца им не получали зарплату, им выдавали в виде обязательств. На тот момент это были обязательства, но сейчас это акции, которые обладают очень мощной и достойной капитализацией. И, друзья, давайте посмотрим на тот слайд, что действительно ведущие эксперты в своей отрасли поддерживают Skyway и говорили о Skyway на разных этапах взаимодействия с проектом. То есть это и Хазин Михаил Леонидович, это и Делягин Михаил Геннадьевич, это мощные политические экономисты, прогнозисты, это Леонтьев Леопольд Тигаревич, то есть Сергей Анатольевич Сибиряков на следующих вебинарах, на расширенных вебинарах более подробно расскажет. Это и Ротхук, о котором я говорил, это и всем известный Жириновский Владимир Вольфович, это и Гришин Сергей Анатольевич, бывший именно замминистра транспортных путей сообщения, ныне президент корпорации Новотранс, то есть это перевозчики, недавно он приезжал с делегацией. И кто будет следующим, наверняка будет расширяться число именно сподвижников на высшем уровне. Но, друзья, что я хотел бы сказать, что, во-первых, только сегодня, только для участников этого вебинара и только на 48 часов действует специальный промокод. Этот промокод вы можете использовать для инвестиций, которые дадут на 30%. На 30% больше обязательств компании на ОИП 1 и 3. То есть это 10, 35 и 75 долларов. Только 48 часов срок и два супертренинга Андрея Федоровича Ховратова. Я сам проходил эти тренинги, первоначальные тренинги. Я думал, да что это такое? Я слушал это 100 раз, я слушал это 100 раз. Но когда я начал следовать рекомендациям, я действительно начал очень бурно как личностно расти, так и в материальном, так и в духовном плане. И, друзья, мы сейчас с вами формируем новый технологический уклад. На Международном телемосте 20 декабря уже, почему вот Международный, там будет присутствовать тысячи, и, я думаю, десятки тысяч людей онлайн. И один из девизов нашего проекта, нашей корпорации, нашей любимой струнной небесной дороги это «Мы объединяем мир». Потому что объединять мир это действительно наша работа. И, друзья, кто, если не мы, кроме нас с вами? Благодарю за внимание. Мы приглашаем на вторую часть, кто заинтересовал эта информация. Сейчас, буквально, через две минуты пройдет вебинар. Я сброшу, соответственно, ссылку для новичков, кто желает присоединиться к данному вебинару. Там будет более расширенная информация, где мы именно в виде общения, как вот по телевидению с вами общаются. Многие люди посещают этот вебинар как послушать новости, как послушать новости экономики. И, естественно, все эти новости мы говорим уже с точки зрения и свидетельствия Skyway. Потому что мы считаем, что на самом деле это на сегодняшний день один из выходов из сложившейся ситуации как в России, так и в других странах, в которых ожидает финансовый кризис и финансовый коллапс. И, друзья, есть такой слоган, мы его повторяем и будем повторять. «Строй Skyway, спасай Россию». «Дай дорогу, мир Транснету, строй Skyway, спасай планету». Внимание! Приглашаем на вебинар. И сейчас в чате я размещу обязательно промокод. А мы побежали с Сергеем Анатольевичем на вебинар, который уже... Да, Алексей, спасибо. Ты тогда переходи в другую комнату, скидывай ссылку, запусти там ролики, а я промокод и, Алексей, туда включусь. То есть я тогда завершающую часть. Вот, друзья, то есть мы, конечно, будем наши вот эти презентационные для новичков сжимать и делать, но просто такой объем информации, и мы специально с Алексеем наметили определенный план, вот, который сейчас, но такой объем информации, конечно, за один вебинар, друзья, очень трудно выдать, а, соответственно, еще очень труднее переварить. Поэтому новичков мне иногда жалко, когда у них просто взрываются мозги, а мы еще с вами о линейных городах, о 10 раз увеличении ВВП, о продаже сибирского холода, о тысячах адресных проектов, мы об этом еще даже не говорили, потому что это, ну, просто очень трудно понять для первого раза. Поэтому изучайте, друзья, смотрите, самое главное, что мы несем, мы несем информацию, и мы говорим, что не надо бежать впереди собственного визга, куда-то вкладывать деньги, друзья, вся задача, которую мы несем, это чтобы вы стали инвестиционно грамотными, на это направлены наши вебинары, Академия частного инвестора, которую Андрей Ховратов создал, долго возглавляет, а сегодня это как основа обучения, чтобы прежде всего, друзья, вы получали информацию, оценивали, анализировали, и, соответственно, дальше двигались с точки зрения вложения каких-то средств. А к чему, друзья, мы вас призываем, и мы говорим, что однозначно, что надо сделать, это заявиться на землю, которую сегодня дает президент Путин, это получить сегодня в подарок ту интеллектуальную собственность совладельцам технологии, которую вас призывает Юницкий, то есть он выдает сегодня именно обязательства, часть своей интеллектуальной собственности, чтобы вы заинтересовались проектом, чтобы вы начали это изучать, чтобы вы стали участниками проекта, зарегистрировавшись, получав рассылку, имея возможность работы в вебинарах, ну а дальше, друзья, будем изучать, смотреть, общаться, и, соответственно, это уже для тех, кто понимает, соответственно, это промо-коды, по которым вы еще будете получать дополнительные скидки, значит, что это такое, также, друзья, изучайте, смотрите, и будьте с нами, как всегда традиционно, строй Skyway, спасай Россию, это сегодня основной лозунг для тех, кто не в России, строй Skyway, спасай планету, это такой же актуальный лозунг, ну и, соответственно, друзья, давайте дальше двигаться, изучать, смотреть, и мир менять вместе, мы, соответственно, объединяем мир, это наша работа, это транснет, а все, кто в проекте Skyway, мы будущее делаем с вами своими руками. Все, друзья, спасибо, что вы с нами, давайте следите за расписанием на следующей неделе, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok